Почти 3 миллиона рублей выделяет город на реализацию общественно значимых инициатив. Конкурс проектов проходит по 8 направлениям. Здесь идеи по организации досуга для детей-инвалидов, культурные фестивали и большой спортивный блок. Идут на проведение турниров спортивных, фестивалей. У нас в этом году поступила заявка от национальной организации «Молдаван», который проводили в 2019 году большой фестиваль с участием представителей посольства Молдовы. В этом году они опять же заявились на проведение такого же фестиваля осенью 2020 года. А вот женский клуб, например, предлагает проект «Активное поколение». Здесь проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для пожилых жителей, а именно аквафитнес, релаксация и фито-чай для женщин. При проведении физкультурно-оздоровительных занятий учитываются особенности организма и физическое состояние каждого участника. «Активное поколение» – это проект для старшего поколения, жизнь которых не перестает быть яркой и насыщенной даже после выхода на пенсию. Еще одно популярное направление – патриотическое. Союз морских пехотинцев предлагает сразу цикл мероприятий. От проведения в школах и садах уроков мужества до крупных праздников и соревнований. Мы выходим с идеей развить этот клуб, дать молодому поколению патриотическое воспитание. Хотим на 9 мая организовать мероприятие, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И на 26 июля у нас День военно-морского флота, празднование. Турнир морпехов хотим провести. Как отмечают организаторы, в этом году конкурс проектов стал моложе. Многие впервые обратились за поддержкой. Гранты распределят на лучшие идеи.